Сегодня глава Чувашия встретился с финалистами шестого всероссийского конкурса осмотра строя и песни. Призовые места удалось занять сразу трем кадетским классам из Вурнарского, Маргаушского и Красночитайского районов. Какие испытания пришлось преодолеть в Москве и что значит быть кадетом? Об этом ребята рассказали Михаилу Игнатьеву. Подробности в следующем сюжете. Насколько непросто ковалась победа в войне, все они понимают прекрасно. Кадеты говорят, что подвиг прадедов для них пример настоящего героизма. Мой прадед со стороны отца Николай Михайлович Данилов на войне был разведчиком. Он участвовал в битве под Сталинградом, а на Курской дуге был ранен. После лечения в госпитале он снова воевал. Войну закончил в Германии. Я хорошо помню другого своего прадеда со стороны матери Семена Дмитриевича Тимофеева. Он родился в 1924 году в деревне Ежике и Красночитайского района в семье крестьянина. В августе 1943 года его забрали на фронт. Первые бои, в которых он участвовал, были в Смоленской области. Он был ранен под духовщиной, лечился в госпитале. Роман Карпов и его одноклассники одерживают победу во всероссийском смотре строя и песни уже в третий раз. В копилке команды есть и другие награды. Ребята занимали первые места на республиканской спартакиаде до призывной молодежи и чемпионате военно-прикладного многоборья. Немало медалей и в активе кадет из Маргауш. Призовое место школьники завоевали и на фестивале марш победителей. В средней возрастной категории мы заняли первые места во всех номинациях. В военно-патриотическом направлении мы участвуем на различных кадетских конкурсах. Ежегодная осенняя, а сейчас весенняя поверка. Но одержать победу было непросто, признаются кадеты. Ребятам предстояло продемонстрировать строевую подготовку приема рукопашного боя и то, насколько умело они обращаются с автоматами. Чувашские команды завоевали высокие баллы, обойдя конкурентов из Казани и Москвы. На это смотрят другие сверстники, соответственно, школьники, студенты. Им тоже хочется брать пример с вас и они тоже стремятся, чтобы стали победителями. Я хочу выразить слова благодарности за то, что кроме учебы еще занимаетесь вот этим вопросом возрождения национальной нашей традиции, сильной традиции патриотического духа, военно-патриотическое воспитание. Многие выпускники после того, как были кадетами, становятся нашими военнослужащими. Поддержка кадетского движения в республике продолжится, отметил Михаил Игнатьев. В регионе создано более 80 военно-патриотических классов. Летом этого года они вновь отправятся на игры «Зорница» и «Орленок». Глава республики рассказал, что в юности и сам выезжал на сборы кадет. Было интересно и полезно. Спасибо. Приглашаем вас посетить эти игры в этом году. Но в ближайшие годы в столице республики откроют новую кадетскую школу. В ее стенах будут обучать только лучших из лучших. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев. Республика. Продолжение следует.